И всем привет, ребят, с вами Мистер Ваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового Магнума, который у нас вышел буквально пару дней назад. Сегодня поиграем на нем, посмотрим, насколько эффективный стал наш новый обновленный Магнум. Скажу вам честно, я на нем уже играл, не сказать, что много, но пробовал, смотрел, что можно с ним делать и, в принципе, нашел для себя одно интересное устройство и комбинацию в целом, которое мы сегодня вместе с вами опробуем и посмотрим, насколько будет она эффективна уже в рамках видеоролика. На Магнум мы берем устройство «Автомизированный механизм загрузки пороха». Это устройство, которое приваривает вашу башню, но при этом имеет возможность смены угла именно самому. То есть вы сами можете выбрать угол, с которым вы хотите играть и в зависимости от ситуации вы его можете просто подкорректировать и дать уже тычку именно с тем градусом, с которым вам более необходим. Можете вообще на постоянной основе менять градус в зависимости от ситуации, в зависимости от того, на каком расстоянии вы находитесь от противника и куда вы хотите попасть. Но с точки зрения того, что у вас башня приварена, то лучше, конечно же, использовать летающий корпус. И сегодня мы попробуем реализовать комбину на Хоппере. Ну, не сказал бы я, что это идеальный вариант, но как один из очень хороших вариантов. У Хоппера довольно маленькое количество ХП и бывают такие моменты, когда вы по себе наносите большое количество урона и, соответственно, это выглядит не очень круто. Но за счет стрейфа, за счет быстрого передвижения вы выигрываете очень много эпизодов. Поэтому попробуем сегодня именно его. Ну, а по дрону мы сегодня возьмем бустера. Я вообще на этой комбинации играл с Кризисом. И Кризис себя довольно неплохо показывал. Но вот как раз-таки были проблемы в том, что когда ты на Кризисе нажимаешь ДДшку и выпуливаешь выстрел, у тебя очень большой сплэш-урон. И из-за этого большого сплэш-урона есть большая вероятность того, что ты сам себя просто уничтожишь. Поэтому попробуем сегодня поиграть с бустером, когда у нас будет уже броня. И, быть может, это будет намного актуальней. И я в дальнейшем сам буду использовать уже бустерочка. По режимам, в принципе, наверное, особо сильно разницы нету, где играть. Я думаю, что этот магнум можно в любом режиме реализовать. Но я пикну контроль точек. Буду надеяться на то, что там будет большое количество противников концентрироваться в одном месте. И за счет того, что новый магнум имеет повышенный сплэш-урон, ну и плюс перезарядка у него стала значительно быстрее, будет возможность понаносить большое количество урончика. Поэтому надеемся на то, что сейчас у нас все будет очень и очень круто. Для начала, конечно, чтобы нас еще закинули на не какую-то там супер-аграмменную карту, ну что-нибудь средненькую, какую-нибудь промзоночку было бы вообще очень неплохо увидеть. Но у нас стадион, стадион. Интересно, интересно, что мы будем делать на стадионе. Есть вариант вообще найти хороший угол и давать сотку по противнику вон туда. Если... Ой, хорошо, с первого раза попал. Так, это значит сотка залетает вот так, да? А, нет, это перелетает. Так, значит, чуть-чуть подкорректируем. Десяточку делаем. Хорошо, десяточка залетает, смачная. Так, десятка, если залетела сюда, значит, туда тоже залетает. Шикарно. Шестерочку, семерочку. Ай-яй-яй, семерочка в себя залетела. Ну, семерочку можно вон туда вот забэмсить, я чувствую. Нет, даже чуть-чуть надо больше. Восьмерочку, что ли? Восьмерочку туда. Ну да, плюс-минус восьмерочка бы туда залетела, если бы там был бы еще какой-то противничек. Ну, давайте пробовать. Будем смотреть, что сейчас будет вообще получаться. Я буду стараться особо, наверное, по карте здесь не двигаться, потому что это все-таки стадион, и здесь мои перемещения особо ни к чему хорошему, наверное, не приведут. Буду стараться именно накидывать урон с дальничка. Ну, и если вдруг что-то не будет получаться у нас, и большого количества киллов у нас не будет, то тогда я, может быть, возьму, переоденусь... Ой, два выстрела что-то с перебором. Ой, вернее, не переоденусь, а просто начну чуть по-другому играть, более активно пушить вперед. И стараться уже на близней дистанции наносить побольше урончикам. Так, здесь меня, конечно, Хантер выпушивает, и это, наверное, правильно с его стороны. 1700 урона не дает мне ваншота, но если бы у меня был бы бустер активный, то, скорее всего, бы у меня залетал бы ваншотик по этому молодому человеку. Здесь даже с нулем бывают моменты, когда вы не попадаете, но, в принципе, наверное, ничего страшного в этом нету. 700-очка красивая залетает. То есть это, по большей части, такое довольно кемперское вооружение, да? И хоппер, ну, я бы, наверное, не сказал, что он прям супер актуален, да? Здесь можно и Крусейдера использовать спокойнейшим образом, при том, что у вас будет еще и с ним хпшки больше, чем с хоппером. Ну, и, наверное, карта не идеально подходит для того, чтобы вжимать свои овердрайвы, чтобы находить здесь вот эти овердрайвы тайминг. Но большой сплэш урон – это супер буст. Это прям нереальнейший буст этого Магнума. И даже если вы такой же косой, как я, и постоянно промахиваетесь, у вас все равно есть отличная возможность наносить большое количество урона по противнику просто за счет того, что у вас на пушке большой сплэш урон. Просто вот за счет этого момента уже вы будете наносить достаточно большое количество урончика. Так, что мы делаем? Давай, братанчик, что мы делаем, а? Что мы делаем, братанчик? Только не минус, только не минус. Блин, улетел минус. 12 к 1 идем. Вот так вот чисто аккуратненько, аккуратненько накидываем урончик. Не сказать, что, конечно, великолепно, но потихонечку, помаленечку. Вот сейчас, например, надо хорошую кинуть. Хорошая не залетела. Шестерочку делаем, если хорошая не залетела. Шестерочка это как раз в верхний ярус, а восьмерочка... Не, восьмерочка не залетает. Насколько надо? 10. 10 залетит? Ой, 10! Вкусно залетит 10! 10 прям идеально. Нулячик сюда. Нулячик тоже за много. Блин, а тут я промазал. То есть это вооружение, знаете, такое, более человое. Вам особо сильно здесь делать ничего не нужно. Просто ищите цель и, как говорите, наносите ударчики контентовые. Контентовые ударчики наносите. Оп, двоечку сделаем. Хоп. Нет, двоечка маловато. Четверочка. Четверочка. Ой, четверочка! Троечка! Троечка вкусная залетела. Хорошо. Здесь на двоечку. Двоечка за много. Чуть-чуть ближе. Ладно, ближе уже противничек уехал. Ну и мы довольно легко, кстати, выиграем в этой катке. Здесь можно еще одну хорошую. Тычку дать на три рыльника! Супер залетела! Хорошо. 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 18 килов. Едем, едем по тихой грустке. Едем. Хорошо двигаемся. 18 на три. Пойдет. Пойдет. Так, восьмерик за много. Ставим семерик. Семерик. И туда красивую. Хорошо! Залетает! Семерик вкусный. Залетает. Так, туда наверх. Ай, туда наверх не попал. Ладно, делаем на ноль. Чуть-чуть назад. И все равно за много будет, да? Блин, по своему тиммейту. Так, у меня есть овердрайв. Можно попробовать его куда-нибудь забемсить. Например, куполочек сюда не хочет прожать? Не, не хочет. Ну ладно. Не хочет купол прожать, то я просто прожму свой овердрайв. 20 на 4. Хорошо, идем. За 6 минут пойдет, пойдет, пойдет. Главное, конечно, и самое выгодное, это когда противник кучкуется. И тогда у вас есть возможность очень хорошего наноса. Ну и понятное дело, что это одно из вооружений, на котором со временем вы будете играть значительно лучше. То есть, если у вас вдруг там не получается, ты как страйкер с дистанционным подрывом, да? Я тоже довольно много промахиваюсь. В этом нет ничего такого плохого. Нет ничего критического, да? То есть, не нужно там расстраиваться и говорить, блин, я столько промазал, да нафиг мне использовать этот магнум, да? То есть, в этом особо нет никакой проблемы, да? То, что вы там мажете, то, что у вас не получается что-то. На дистанции, как и со страйкером с дистанционным подрывом, у вас будет жесткий плюс с такого вооружения. Если, конечно, этот магнум у нас останется, да? Это самое ключевое. Потому что у нас же, вы знаете, как сегодня одно, завтра уже другое нагибает. И поэтому может все еще поменяться. Но вот этот магнум, если он останется в таком виде, в каком он есть сейчас, это полноценно сбалансированный магнум, к которому надо только привыкнуть. Да? И как только вы привыкнете к этому магнуму, вы сможете наносить очень большое количество урона, во-первых, по противнику. Во-вторых, вы сможете за счет этого уже магнума зарабатывать большое количество кристаллов. Ну и понятное дело, что когда у вас криты залетают вкусные еще, это тоже супер-супер эффективно работает. Так, давайте попробуем вон туда. Блин, хотел пятерочку, восьмерочку. Так, и что мы сделаем? Семь туда, хорошо. Бэм на нулячик опустил. И добавим вон туда по викингу. Хорошо, супер. 24 кила, 24 на 6 идем. Ну и здесь, похоже, у нас будет быстрая досрочка. Значит, мы сыграем сейчас вместе с вами еще один байочек. Так, хорошо. Туда залетает двудель. Еще добавочка. Не залетает. Хорошо, чуть-чуть аккуратненького тоже не залетело. Так, значит, такой чисто, знаете, так. На головочку, на бросик сделаем. Отлично. Ну и у нас победочка. Есть, да? Да. За сколько получается? За 8 минут катки я дал 26 килов на стадионе. Не сказать, что это большое количество. Да, это, ну, не супер круто. Не супер много. Но, в принципе, неплохой результат. Поэтому давайте пикнем быстрый бой. Я все-таки надеюсь на то, что нам просто кинет адекватную карту в любом режиме. Просто в любом режиме адекватную карту. И там у нас получится уже, блин, ну что за адекватная карта? Ну вы рофлите. Давайте я перепикну. Ну, стадион это уже второй стадион подряд. Я точно ничего здесь интересного не смогу показать. То есть, это такая карта, знаете, стадион это, ну, что-то среднее. То есть, на дали постоять, пострелять, ну, может, может. Но на дистанции такая система. Большого супер количества киллов вы там не сделаете. Опачки! А вот это уже интересно. Тишина. Тишина на CTF-очку нас закидывает. Хорошо. Ну вот здесь вот уже будем пробовать бэмсить. А что мне с корпусом? А что его это перекренило на один? На одну сторону. Не понял я прикола. Вот так вот можно просто в стеночку давать. И от стеночки 3000 урона наносить. Нормальная тема? Я считаю, что это бомба. Наносик хороший. Полторушечка вкусная. Залетает. По другим устройствам на Магнуме, честно, я особо сильно их, ой, не тестировал. И я вам не скажу, что здесь лучше еще использовать. Но вот это устройство, я его называю как стрелочка в кучку. Стрелочка в кучку. Оно довольно эффективно. Довольно эффективно. И за счет того, что вы этот угол можете менять как вам удобно, у вас появляется намного больше возможностей и опций реализации этого замечательного устройства. Это мне как раз таки и очень сильно нравится. Так, что с нами уже здесь здоровается. 4 кила у нас уже есть. Будем стараться сейчас под овердрайв запускать контентовые темочки. Так, здесь можно такой легенький. Ой-ой-ой, легенький. Ой, хорошо, хорошо. Не перевернулся, это тоже неплохо. Так, ну и давайте пробовать увозить флажочек. Полетит, не полетит? Не полетит флажочек. К сожалению, здесь приспадавый меня настиг. Ну и давайте мы, наверное, возьмем тогда иммуночку от него. Все равно там больше никаких противников с иммуночками нет. Поэтому я, в принципе, могу одеть иммунку от него. И уже постараться не попадать под раздачу отключения своего овердрайва. Ну и вот, видите, о чем я говорил. Сплэш урон, конечно, супер большой. И в упоре стрелять, как вот я стреляю, лучше вообще никогда не делать так. Это неграмотная игра, я бы сказал бы так. Когда вы начинаете просто накидывать по себе. Ой, здесь уголочек надо чуть больше, наверное, дать. Хорошо, 1600 есть. Еще хоппер плох тем, что на стрейфе можно в минус упасть. Но это уже история такая, знаете, как... Это уже история игроков, которые просто, как я, двигаются не совсем грамотно. Так, ладно, у нас лажочек увозят до вражеского спауна. Прожимает овердрайв молодой человек. Я его сливаю. Ну и наде... А, я еще и вернул. Офигеть, я думал... Я хотел сказать, надеюсь, наши тиммейты еще и вернут. А оказывается, я даже выпрыгнув сумел сам вернуть. Прикольно, прикольно. Я даже не знал, что на хоппере так можно сделать. Я думал, что там надо ехать на возвратик. Так, ну и здесь еще, знаете, в чем плюс этого вооружения? В том, что у вас есть возможность контроля овердрайва. Кстати, а что здесь овер не падает? Здесь овердрайв не падает почему-то. Я думал, что здесь овер падает. А тут, походу, овердрайва-то и нема. Где-то у нас голд упал. Походу, в туннеле голд упал. Никто что-то голд не берет. А вот взяли. Ну да, походу, в туннель был. Есть возможность дополнительного заходика. Дополнительного овердрайвика. Если бы он здесь падал бы у нас на центре. Например, в TDM-очке здесь оверка на центре падает. Я вчера играл и с заданкой на контроль овердрайва, то есть там надо было 40 прожать вроде оверок или сколько в супермиссии. У меня получалось очень легко их забирать. Просто прожимаешь овер, забираешь, прожимаешь, забираешь и все. Конечно, это сильно терроризирует ваших тиммейтов, которые не понимают, что вы делаете. Но с точки зрения вашей активности... Ой-ой-ой, вкусно. Очень вкусно. Вот такие выстрелы, конечно, на Магнуме теперь. Ох, как актуальны. 5 киллов сразу. 5 киллов сразу. 5 киллов. И добавим еще. Блин, не добавим. Ладно. Закончилась каточка. Ну, как-то так, друзья. Как-то так. Я думаю, что можно эту комбинацию пробовать в осаде, где противник будет больше кучковаться. Но даже, видите, в CTF на любой нормальной адекватной карте, при том, что сейчас еще большого количества резистов нет от Магнума, супер жестко показывает себя, супер жестко. Мне очень нравится, честно, очень нравится. Я хоть и не являюсь, знаете, там, супер фанатом Магнума, хотя, когда он был в Мете, когда он нагибал, я любил на Хорнета Магнуме поиграть. Но после этого, я, после того, как он ушел с Меты, я на нем вообще не играл, от слова совсем. Были игроки, которые продолжали там на нем играть. Я вот у меня как отрезало, просто отрезало. Я вообще, типа, забил на эту пушку. Для меня она перестала существовать. Сейчас же с таким балансом есть вероятность того, что мы потихонечку, помаленечку вернемся к этой замечательной пушке и начнем в очередной раз на ней играть. Потому что сейчас она находится в очень хорошем балансе. И если грамотно на ней играть, я считаю, что можно набивать довольно хорошее количество киллов. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Кейс снизу, мой личный тег, это тег ТИМП. Устанавливайте его, покупайте в магазинчике. Если покупаете что-то в магазинчике, бам-бамчик. Сразу же заполняйте формочку в описании, участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Все в описании есть, поэтому если вам это интересно, перейдите, почитайте, ознакомьтесь и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.